Так, поскорее, маленько. Кто из вас имеет отношение к бедрусты? Поднимите руку. Так, еще кто? Ирина, а что молчишь-то? Я слышал что-то. Еще кто имеет отношение к бедрусты? Вот видите, какая рука такая. Что сделалось с пальцем? Сильный был удар у меня в нее, то ли я вышибла его. Но не больно, вот зажимать не дает. Видите, опухший как. Или треснул палец, или что. Его видно, какой он, средний палец. Какую меру принять к нему? И Люба уехала сегодня. Она говорила, не больно, главное не больно. Не больно нигде. Больно зажимать, когда натяжка идет. Надо было холод сразу приложить. Холод надо было. Ну, теперь уже прошло дня 4-3. И она не мешает мне спать, ничего там не стущит. Но вот не дает дальше. Может быть пройдет, а может и водит. Трещина может быть. Трещина может быть, вот о чем говорить. Вот именно этой кошечке тоже была трещина. Ну что, мы беремся. Помолитесь хоть, что узнать. Нет. Мне просто интересно, чтобы потом не упрекали, что я не обратил внимания. Второе. Завтра нам нужно вот Валентина из Казахстана. Подойди сюда. Паша. Юра, подойди сюда. Вот эту тройку довезти до автобуса. Что будет стоить, вы знаете там. Или сделайте для славы Божьей. До трассы. Потому что ждали Алексея Загуляева, а его нету. Вот трех надо отправить. Потому что у них билет на какое? На понедельник? Да. В понедельник у них билет взят. С Барнавула. В какое время и что? Андрюша, возьмешься? Да. На сколько? Автобус узнать надо и как? Как они часто идут? Ну, расписание надо узнать. Ну, возьмите на себя. Помогите узнать. Мы не можем. Там каждый час почти ходят. Они идут. Сейчас стояло. Надо знать именно. Ну, в интернете зайти. Новое расписание. Батюшка знает. Посмотрим. Значит, обнимайте. Дайте знать. Завтра утром, когда придем, чтобы как-то было. Вчера возвратился Виктор с Иоанной. И я передаю это все так. Еще раз слышал. У него отец сильно больной. Последняя стадия рака. Это первое. Второе. Ее затребовали в визовой центр. И как что-то там называют. Могу неправильно назвать. Ну, требуется там заграничное. Он поехал. Поехал. Ни ответа, ни привета. А ехал сюда дорога. Я говорю, скользко, скользко. Он где-то на мотоцикле повалился. Ну, я сегодня сигнал дал ему. Ответ поступил, что с его телефона. Живой нет. Помолите, чтобы Бог сохранил. Непонятно ничего. Насколько достоверно батюшка сказал мне, чтобы гражданство дали, у нее должно быть на счету любого 150 тысяч рублей. Понимаете? Ну, мне передали так. Ну, я так обдумал и вполне верю. Потому что государство заботится, чтобы не бомжи ехали-то сюда. Вот мы когда отправлялись за границу, я должен был представить счет. Вот сейчас одно евро, это 66 рублей уже. Доллар уже 61 рубль. Вот последний день просто скачками идет. И мы должны были, каждый, иметь по две тысячи долларов. Эти. Евро. Две тысячи двадцать, по сто двадцать тысяч. А едем всего там, ничего, за границей. Не навсегда. В Великобританию собрались. Мне дают оттуда документ, что я приглашен на конгресс, что мне дорога все оплачивается. И все равно поступило и две тысячи евро, я показываю. Пошли в банки, все заверили, с печати. И говорят мало. Мало. Ясно дело, что, а кто покупки будет делать? Нам подарки делают. Нет, вы должны представить это. Ну и дальше пошло уже. Так что это не одна страна это придумала. И другие думают. Потому что некоторые выезжают, жить не на что, и начинается ненормальное поведение. Может то, что она вышла замуж, уже теперь это как-то скажется? Не потребует деньги? Что у нее теперь есть муж, который будет ее обеспечивать? Я просто говорю вам, чтобы вы знали, о чем молиться. Сказали, либо у него должно быть доход, у него должно быть двадцать тысяч у Виктора Николаевича в месяц. Либо у нее по девять с половиной тысяч, то есть она устраивается на работу и получает девять с половиной в месяц. Либо у него двадцать в месяц. Тогда только вот можно. А у него нету двадцать? Да. У него половина только мучительских. Это вопросы, которые выполнить мы никак не можем разрешить. Но перед Богом мы можем это представить. Помолиться и сказать, Господи, ты сам видишь, какая наша немощь. А Богу как раз это и нужно, чтобы мы сознали свои немощи. Когда человек на себя надеется, он терпит катастрофу. Но у Бога-то всего много. Ему имя Бог богатый, милостью своей. Вот роботы у нас уезжают, наверное, во вторник. С Игорем поговорили. Возьмет, не возьмет. Четверо. Бесплатно отвезти. Они у меня бесплатные и были здесь. Уже... Сколько ты лет, Ваня? Где он у меня? Я здесь. Сколько ты лет? Шестой раз. Ну, представь, кто это. И это тоже, ну все. Тут понятно, с кого брать-то. Они совершенно бесплатно столько лет находятся здесь. Если бы у нас не уехали повары, она уехала, а Люба сегодня уехала, то мне нужды-то даже никакой нету. Мы прокормили бы еще месяц. Они нужны, ребятишки. Они учатся, смотрят и работают. А работы-то никакой почти нету. Но все равно, что-то мы найдем работу. То ягоды собирать, то... Я бы их удержал здесь. Но поступили сведения, будто бы куда-то хотят они их везти. Куда-то ехать. Правда это или не правда? Мы уже сами смотрим. Ехать вам никуда не надо, потому что у вас ничего нету. Совершенно ничего нету. Все время в церкви идет сбор денег. Ясное дело, не для того, чтобы вы ездили. Если узнаем, что ездят на это деньги, я прекращу всякие сборы делать. Я не езжу. Вот приезжаю, я замер. Раз в год выезжаю. И то стараюсь не в мягком купе ехать. Где-то прицепиться. Ну по одежке протягивать ножки. Так что со своим скажи, что если едете куда-то, к какой-то бабке там неверующей, где она живет у вас? В Казахстане. В Казахстан поедете. Одуреть просто надо. Ехать из своей страны, куда оттуда люди приехали, а эти туда поедут. К неверующим людям. Ни одной копейки больше не будет. Все ходы и выходы. И вы у меня больше ни разу не будете бесплатно. Ты все им скажи это. Я вас четверых содержу. И молоко покупаем и все остальное. Мне зачем это нужно? Колочусь как рыба об лед достаю. Где и как. А вы пойдете деньги на базар раскидывать. Кому попало. Зачем ехать? Я считаю это в высшей степени безумием. Здесь наоборот бы сказали так хорошо, что останемся учиться здесь. Лезут сами не знают. Но родители это соображают. У нас была света эта Зайнудинова. Родители там где-то. Его муж у нее погиб Юра Зайнудинов. Поехать. Зачем ты поедешь? С ребятишками сказали подпишут дом. Никто тебе не подпишет. Никакой квартиры не будет. Денег нету. Ходишь с протянутой рукой. Не езди. Пошла к батюшке. Батюшка благословил. Ну ваше дело. Приезжают умылась. Ни копейки все проездила. Вы не молитесь. Ответ это Бога нет. Я помолился. Я знаю ехать не надо. Не надо. Я прошу не ездите. Это дурнина. Пропасть. Деньги просто вышвырнули. Кроме того вы духовно все теряете. Что здесь накопили. Там ничего нету божественного. У неверующих. Тем более поехать куда-то в страну. Совершенно не христианскую. Они еще не понимают. А то упрись. Я не поеду. И все на этом конец. У меня было так. Приезжали брать родители. Ребятишек. Они прятались. И ни под каким видом. Домой не ехали. Это у нас было уже. А зачем я пойду туда. Так что ты сразу оповести. Что больше я вас не возьму. Мне зачем четыре булыжника на себе носить. Когда вы уменьшены. Себя такими делаете на всю жизнь. Мне это не надо. За всю поездку в прошлом году. Мы на миссию потратили 440 тысяч. А на себя только 120 рублей. Но я считаю что мы один раз рыбу купили. Они что-то покупали. А я ходил. Уху сварят. А я не садился за стол. Уйду где-то с собакой гуляю. Я их обижал этим. Они покупали мороженое. Я никогда ни одной крошки. Даже в Америке меня не могли скормить. У меня другой образ жизни. Ни одной. Не могли ни одни носки мне заменить. Они меня умоляли. Подписывали. Это только для вас. И все равно ко мне не пристала ни одна нитка. Как Авраам сказал. Я живой этим. Мне не то что нравится. Просто я живой. Нормально. Но когда вижу что где-то тратится где-то. Я болезную об этом. Ты накопи. Чтобы были деньги. Было кому подать. За свой счет. Еще ребятишек пригласите. Вот нынче одна у нас была. Пришла она на встречу. Но у меня вот двое ребятишек. А девочка маленькая. Я сказал сколько за месяц. Ой я не могу. Я говорю половина. У меня и половина нет. Ну там видно будет. Она троих привезла. Привезла позже. За каждого заплатила тысячу. На месяц тысячу. Ну понятно что. Кроме того не забывайте. Ни Никита. Ни Володя. Ну я то пенсию получил. Они нигде не получают ни рубля. Ни рубля. Ну дальше начинается новая жизнь. Приезжать в город то. Я думаю хоть. Ну хоть что то дать людям то. Ну надо маленько соображать. Она приехала за ребятишками. И еще двоих привезла малолеток. Я сказал сколько взяли. Три тысячи. Верните ей назад. И все были бесплатно. Еще тут жили она с детишками. С кого брать то. Это перед Богом. Не то что там похвалился или что то. Деньги то не мои. У меня кого. Шесть тысяч пятьсот рублей. Я их выкинул и. Купили там рису и ничего нету. У меня нету ничего. Но. Каждый месяц я могу получить шесть тысяч. У этих ни рубля. С матушкой надо поговорить. Он у нее работает. У Никиты. Чтобы она не боялась дать ему. Она и так что то давала вроде бы. Так что видите я вас нагружаю. О чем молиться. Образумление родителей. Родители считаются верующими. Вот робот. Четверо находятся здесь. Вот она. Инафа. Невеста настоящая. Я их не упрекаю ничем. Они ничем не обижены. Деньги платить на поезда. На вокзалы таскать не буду. Не будет этого. Узнаю сколько это стоило. Чтобы выплатили эти деньги. Старались всем помогать. Все время сборы делаем там. Они дом там достроили не достроили. Не достроили еще. Я не знаю. А? Я не знаю. Не знаешь. Ну ты знаешь сколько лет не могут. Вы знаете какая беда в этой семье. Там хоть миллион на один день и их не будет. Ну вот о чем я и хотел сказать. Помолиться. О болящем пальце. Об одном. Все у меня. Я кажется всех пристроил. Лена. Насчет дробот как увезти. С ними переговорить надо. Чтобы они не трогали. Так. А когда у тебя не стоит. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. А вот это сейчас собаку. Спасибо.